Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они много трудились над тем, чтобы привести в порядок участок, озеленить его в особенности. Они работали над тем, чтобы построить совершенно новый храм для Шиши Рада Вриндауан Чандры, который Шилл Пруппада торжественно откроет в вечер джанмашками. Шилл Пруппада приехал в Новый Вриндауан на черном Линкольн Континентал. Он был экстатичный киртан, когда преданные встречали его. То, что меня очень впечатлило на том фестивале, так это любовь и забота о нас со стороны Саньяси и старших учеников Шилл Пруппады. То, как они нам с любовью проповедовали. Мы все вместе садились, принимали просад. Можно было подойти к кому угодно и задать вопрос, и тебе уделяли время, отвечали, давали свое общение. Было чувство, что мы одна семья. Рядом находится Шилл Пруппада, наш отец. Мы все чувствовали прибежище, защиту. Мы получили там огромный заряд. Мы все разъехались по своим храмам, полные новых сил и энергии, готовые к любым аскезам, которые нас ждали. Преданные, с очень-очень глубоким энтузиазмом, стояли и сидели вокруг него, очень близко, когда он произносил свою приветственную речь, в которой он благодарил преданных за их тяжелый труд, за их усилия, и давая им фундаментальное послание сознания Кришны. Шилл Пруппада, сидя там, на Вьясасане, в Бахулаване, под деревом, своими словами, своей улыбкой удовлетворился в сердце каждого. Весь тот тяжелый труд, который преданные совершали в течение последних нескольких месяцев, был с избытком восполнен. Все это дало свой плод, когда Шилл Пруппада улыбнулся нам и выразил свое удовлетворение от очередного пребывания в Новом Вриндауне вместе с нами. Готовить для божеств и предлагать арати. Вот в чем состояло мое служение. Однажды Шилл Пруппада был там, когда я проводил арати, ко мне пришло замечательное осознание. Я повернулась. Я была грязной, потому что я готовила весь день. Они толкнули меня на алтаре, и мне было очень неловко. Я повернулась, чтобы предложить благовоние Шилл Пруппаде. Я поняла, что он все время был там, на Вьясасане, что не было никакой разницы. Я до сих пор чувствую, что он присутствует там, хотя, конечно бы, я желала увидеть его непосредственно. Он жил в маленьком домике Мадуванья, а я стояла на улице, и тут он вышел. Я подозреваю, что он вышел в туалет. Я поняла это только пару лет спустя, но в то время я не понимала. Он вышел, а я даже не поклонилась, я ничего не могла сказать. Я просто стояла, как олень при свете фар, и была в ужасе. Но это было чудесно, потому что он улыбнулся. Он был так добр. Он улыбнулся, и дал мне почувствовать себя легко, и совсем не так, как будто я сделала какую-то глупость, или мне чего-то не хватало. Он был очень добр. Он постоял там какое-то время со мной, потом улыбнулся и, развернувшись, пошел назад в дом. Он всегда был таким добрым со мной, потому что я очень стесняюсь и никогда не рвусь вперед. Поэтому он беспокоился обо мне. У меня были подобные случаи с ним, когда он меня утешал. Именно так я себя чувствовала. Преданные из Нью-Йорка и разных других центров привезли целые фургоны и боги на фестиваль. Прямо на верхушке горы соорудили кухню. Условия были простейшие. Из бочек из-под масла сделали печи. И десятки предных вызывались резать овощи добровольно, готовить, когда дым вам резал глаза. Но это было прекрасное зрелище, когда вы видели предных со всей Америки, работающих вместе в этих крайне спартанских условиях в лесах Нью-Гриндауна, готовя просад на пир по случаю веса пуджи Шилпроупады. Однажды Шилпроупады делали массаж. Он сидел, и прямо перед ним играли два котенка. Они закатились прямо на колени Проупады. Одно из таких фанатичных неверных представлений, которые мучили нас тогда, в те первые годы, состояло в том, что животные так осквернены, что одно прикосновение к ним ужасно. Я был в шоке, что эти два котенка, они были прелестны, но они закатились прямо на колени Проупады. И я подумал, о боже, животное прикоснулось к Проупаде. Но к моему удивлению, Проупада просто стал их гладить. И Проупада сказал две вещи, посмотрите, даже здесь есть любовь. Из этого я тут же понял, что наша изначальная любовь к Гришне настолько сильна, что даже в теле животного или кошки, она все равно каким-то образом проявляется. И затем Проупада сказал, «Если я кладу свою голову тебе на колени, а ты перерезаешь мне горло, это величайший грех». Он сказал, что величайший грех, если кто-то доверяет вам и принимает прибежище у вас, а вы предаете их. Это может относиться либо к родителям по отношению к ребенку, либо к мужчине, защищающим женщину, либо к любой ситуации, в которой кто-либо искренне доверяет вам и зависит от вас, а вы предаете его. Это уникальный алтарь. Потому что на нем в центре стоит Радхдамадара, сбоку Джаганат, а с левой стороны – Проупада. Обычно с левой стороны ставится изображение Проупады, но у нас был лично сам Проупада слева от божества. До этого я никогда такого не видел, когда бы на алтаре рядом с божествами сидел лично сам Проупада. Так что это действительно было чем-то особым. Еще я помню, что после церемонии Вьясапуджи должен был быть пир. Алтарь не закрыли. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь принимали просад при открытом алтаре. Была целая последовательность событий. А если оглянуться вокруг, то по всем склонам сплошная панорама из автобусов, фургонов, палаток, преданных и коров по всем лугам. Казалось, что ожила глава из книги о Кришне. Мне кажется, это было в тот же день. Я был внизу в коровнике и смотрел, как на гору взбирается Фольксваген. По всему склону бродили коровы, и они были разукрашены точно так же, как описано в книге Кришна, узорами из разных минералов, из разных красок, с разными... разных цветов. Когда Проупада выглянул из Фольксвагена, он улыбнулся так, как я еще никогда не видел. За исключением той фотографии в Лиламрите, когда Бридж впервые встал на ноги, он просто сиял, как Саля Гарвала писала «Это океаническая улыбка». Когда Проупада смотрел на этих разукрашенных коров, он так заулыбался. Этот небольшой эпизод — это одно из воспоминаний о том, насколько прекрасным был весь этот фестиваль. Преданный спросил Проупаду, что значит любить духовного учителя? «Что значит любовь к гуру?» Я думал, что Проупада скажет, что это когда у тебя такие чувства в сердце, что ты чувствуешь это, испытываешь то... Вот что я ожидал услышать. А Проупада сказал, «Любовь к гуру означает, ты получил посвящение, ты дал обеты духовному учителю и прошел огненное жертвоприношение. Соблюдай обеты. Это и есть любовь». Когда я услышал это, я помню, это было одно из тех высказываний, которыми Проупада застигал враспох всех своих преданных. его определение любви, что это вовсе не чувство, а следование обетам, которые мы приняли перед ним, когда получали посвящение, и именно так мы показываем, есть у нас любовь или нет. На следующий день была Виаса Пуджа. И Шила Проупада, прекрасно осознавая время, место и обстоятельства, прочитал прекрасную лекцию на Виаса Пуджу, в которой он описал духовному учителю, объяснил, почему духовному учителю оказывают такое почтение и уважение в этот день, потому что, в конце концов, там было много людей, ученых, журналистов, прочих, которые не были знакомы с таким этикетом. И Шила Проупада сказал, Кришна очень велик, Он очень великая личность. Так же, как в этом материальном мире, если вы хотите удовлетворить, да даже просто увидеться с какой-то великой личностью, это очень сложно сделать. Он часто упоминал Форда или Рокфеллера. Он сказал, как, например, мистер Форд, если вы хотите доставить удовольствие мистеру Форду, это очень непросто. Даже увидеть его очень непросто. Но если вы вдруг увидите, как мистер Форд выгуливает свою собаку и дадите его собаке лепешку, Проупада использовал слово лепешка, тогда вы сможете очень легко порадовать мистера Форда. Проупада сказал, что я собака Бога. Приблизиться к Кришне очень трудно, но если вы просто доставите удовольствие его собаке, Кришна будет очень доволен. В день приезда Пропхупады нужны были добровольцы, чтобы сделать ремонт в доме, где будет жить Проупада. И я вызвался помочь. Было, конечно, невероятно много различной деятельности, как и всегда перед приездом Пропхупада в любой храм. И за этим было очень забавно наблюдать. Наконец Пропхупада приехал и с ним шли все саньяси. Их было где-то 8 или 10 и они все заходят в дом. И несколько преданных топтались возле двери. И Пропхупада увидел нас там у двери, а все остальные уже находились внутри. Все, так сказать, шишки в движении. И Пропхупада сделал нам знак рукой, приглашая нас заходить. И преданные, которые были за дверью, сели в первом ряду перед Пропхупадой и Пропхупада рассказывает о развитии Нювриндавана. Мне запомнилось одно, он сказал тогда, что Нювриндаван не отличен от Вриндавана в Индии. И он также сказал, что Туласи это духовный барометр храма. И тут он вдруг ни с того ни с сего посмотрел прямо на меня и спросил, ты пытаешься понять философию? Я был настолько потрясен от того, что Пропхупада разговаривает со мной, что не мог вымолвать ни слова. Я был в полном шоке. Но что мне больше всего понравилось, так это сама постановка вопроса. Ты пытаешься понять философию? Если кто-то просто прилагает усилия, чтобы понять, это уже достаточно. Пропхупада будет доволен, если вы просто прилагаете усилия к тому, чтобы попытаться понять. Понимаете вы или нет, это уже другой вопрос, но вы просто пытаетесь понять философию. Барадвадж пел, и после того, как Киртан стал более живым, Вишнуджан Махарадж стал петь, вести Киртан. Вишнуджан напевал Махамантуна нежный мотив, и все преданные начали раскачиваться по сторонам. И тогда Шейла Пропхупада закрыл глаза и стал все сильнее и сильнее бить в караталы. В какой-то момент, который показался пиком Крещендо в пении Вишнуджана, все были поражены, когда Пропхупада прервал Вишнуджана и сам стал петь. Такого еще не случалось. Казалось, что Пропхупада был в таком восторженном настроении, что ему не оставалось ничего, как начать вести Киртан. И в тот момент все просто сошли с ума. Мы устремились к сцене, я был прямо перед Пропхупадой, мы бросились к сцене, и казалось, тысяча рук тянется к Пропхупаде. Люди начали плакать. Шиле Пропхупада так красиво пел, как будто небо раскрылось, не зашла любовь к Богу и разливалась на нас всех, потому что в какой-то момент люди, они так рыдали, что начали выть и задыхаться. Я никогда в жизни еще не был на таком Киртане, ни до, ни после. И, насколько я помню, после этого я плакал еще час. День тянулся медленно, мы постились, повторяли мандру, и потом пришла ночь, ночное арти, и после поста и повторения все уже были готовы прервать пост, но Шила Пропхупада попросил преданных раскрыть книгу Кришна, потому что сейчас он хочет слушать о Кришне, о явлении Господа Кришны. Пропхупада сидел с прямой спиной, с открытыми глазами, он готов был слушать, а мы, по сути, готовы были кушать. Читали о развлечениях Кришны уже по первому, без пятнадцати, час ночи, и всех в комнате, кроме Пропхупады, начинает тянуть ко сну. мы закончили первую главу, и после нее пошла вторая, молитвы полубогов Кришни, находящиеся в чреве, довольно солидные философские темы, и было видно, как данды покачиваются, как палочки в руках лозоискателей. Они были похожи на скрещенные мечи, которые переграждают вход, так как саняси, державшие их, постепенно засыпали, эти шестые затем снова разделялись, когда саняси сдрагивая просыпались от резких движений, а потом данды постепенно клонились, когда саняси опять погружались в сон. Но Пропхупада был совершенно непоколебимым, он очень внимательно слушал. В какой-то момент, я помню, я посмотрел вокруг, и там все спали, кроме Пропхупады. Просто невероятно. Я пристально смотрел за Пропхупадой, чтобы увидеть, не заснет ли он. В какой-то момент мне показалось, что голова Пропхупады начала клониться, и он тут же слегка выпрямился, взял себя в руки, выпрямил спину, и сделал резкое движение правой рукой, как будто, нет, я не засну. И с того момента он сидел и слушал с неослабным вниманием. И вдруг наступила непроглядная тьма. Свет пропал. Я подумал, какое будет выражение на лице Шил Пропхупада, когда свет включат? Будет ли он расстроен? О чем он подумает? Казалось, что света не было долгое время, и когда его включили, у Пропхупада на лице была огромная улыбка до ушей. И он произнес «Итак, теперь Кришна сидит на коленях у мамы Яшоды. Я думаю, вы все устали, здесь можно остановиться». И все преданные просто взорвались от ликования. Я помню, как Гайатри несколько других лучших пекарей из КОН в течение нескольких дней пекли гигантский торт на Вьясапуджу Шил Пропхупады. Это был самый громадный торт, который мне довелось видеть в своей жизни. И они все готовили на этой очень-очень простой временной печке, работающей на дровах. а саму печь сделали из каких-то больших бочек. Они просто выпекали по одному кусочку и по мере течения времени они складывали эти куски друг на друга и в конечном итоге получился огромный чудесный торт. Они при помощи многих предных перенесли его на холм и предложили Шилепропхупаде. И когда Шилепропхупад ел его, он стал просадом. И в мгновение ока преданные окружили торт, чтобы получить остатки. Они прямо ныряли в этот торт. И за считанные секунды этого гигантского торта не стало. океанского. 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 Продолжение следует...